ниссан лиф зел 2011 год первая модель положим к нему зарядку ребят привет к нам звонят люди хотят купить лив и задают все как один вопрос а сколько по факту ездят эти машины и мы решили проверить по владивостоку сколько же по неровному городу проезжают лифы зо и азо первая модель и вторая модель в этом видео мы должны найти ответ на этот вопрос по электрокарам начнем мы это первая моделью посмотрите как он стильно сделал такой вот салончик ребят у нас 2011 год 2011 год полностью заряженный он 8 делений то есть но нормально нормально приходят лифы и бывает поменьше 7 делений мы по 7 делений брали сам минимальный вот в общем катаюсь по городу по своим делам буду ездить на режиме эко буду заезжать во всякие и вниз ездите в сопочку в общем по всякой разной местности поэтому это будет объективный обзор сколько ездят nissan лифы под пяткой новичка потому что лифы люди которые ездят на лифов на опыте они проезжают больше потому что они уже понимают как машина работает где можно рекуперации подзарядить машину вот я вообще новичок и смогу ли я проехать хотя бы 60 километров по владивостоку посмотрим не отключайтесь давайте найдем правду так давайте пройдемся по настройкам как я буду ездить я буду ездить без фар потому что на дворе день мы ставим сюда карточку юсб я буду ездить без фар у нас 8 градусов тепла поэтому я не буду включать печку потому что в салоне нормально у японца тут еще подогревы на сидушки стоят в общем он как бы не стеснялся использовал лифа как надо ставил флешку закроем но из дикард перезапустим машину выключили включили сейчас у нас должен ожить компьютер который нам будет показывать вообще что происходит насколько нам хватает на общем статистику выводить и бой так где статистика вот она вот здесь так вот сюда вот 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 здесь вот у нас 128 километров он дублирует отсюда так в общем как я буду как я буду передвигаться я буду передвигаться медленно я сразу же включу эко режим эко 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 так он же вроде бы должен быть эко нету эко режима как давишь так едешь ну ладно окей блин по моему где-то эко режим был в и power точно в ноте ну что в общем езжу катаюсь снимаю не отключайтесь давайте разберемся что с этими лифами насколько хватает зарядки ну что поехали потихонечку будем передвигаться размеренно по городу чтобы проехать побольше после после того как мы завезли лифов я не знаю ну прям мы завезли штук 20 я реально подумал а может быть купить себе лифа потому что я сейчас живу в двух минутах ходьбы от офиса и мне вообще как бы автомобиль какой-то на бензиновом двигателе большой дорогой мне как бы не нужен вот я вздумался о лифе но что-то как-то эту идею я оставил вот а так вообще если вы живете недалеко от места куда нужно постоянно ездить это на работу и у вас есть доступ к розетке почему бы нет почему бы не купить лифа мотор не надо обслуживать здесь одноступенчатый редуктор который не ломается здесь вообще в принципе только расходы материал это батарея но она проживет под вами я уверен весь срок службы владения этой машиной в общем купить лифа очень много есть причин для наверное каждого жителя страны то есть нужно взвесить все и в принципе можно прикупить этот аппарат и экономить на бензине потому что цены подрастают так заехал на заправку но мне тут надо развернуться бензиком я тут не буду заправляться заправщик нир подумал ты че дурак на лифе вообще заехал сюда придурок совсем забыл нам же нужно обнулить три по 3b так вообще где обнуляется эта штука trip 3b 3 по все вот теперь можно ехать и честно замерять пробег 126 километров горела сто двадцать восемь вот я проехал 800 метров и у меня два километра пропала хотя по факту я проехал всего лишь 800 метров ладно окей едем следите кстати недавно прилетел из японии и я видел одного лишь лифа в токио и все я больше не видел тес вот тесел я видел ну тесла автомобиль вообще их просто катается караул но там запас хода очень большой и автомобиль дорогой и то есть люди которые себе позволили купить тесла они могут себе позволить и недвижимость в токио конечно лиф это все равно это очень бюджетно и поэтому если ты катаешься на лифе то скорее всего у тебя по меркам японии особо нету денег чтобы жить где-то в центре токио заряжать его там есть на нем вот поэтому я думаю отчасти по той причине что токио дорогой город поэтому там этих лифов вообще нету но я не я одного видел случайно я даже не помню где это было в ком-то вроде спальном районе ребят смех смехом я проехал полтора километра вот 16 у меня было сто двадцать шесть километров запас хода показывал мне компьютер остался 110 альо где 16 километров я еле ехал вообще скорость там 35-40 блин как бы серьезно можно встрять вообще в такую ситуацию что придется вызывать эвакуатор и вести его к станции где мы его будем заряжать вот в общем на самом деле я тут особо могу и не кайфовать на этой машине где встрять стать раком еще и придется на его квадре возвращаться я езжу в обычном городском режиме ведь у нас тут дорога такая не очень хорошая поэтому я тут вообще еду 25-30 километров и но у нас все равно будет участке этом через мост поеду мне там дело есть в центре вот в общем как бы я не буду есть 25 весь день чтобы показать вам нереально расход на нереальной медленной езде я буду ездить по-разному ребят на электрокаре я вот тут забираю документы на конструктор тойота хайс региус кисеич 46 стоит это на 3 литровом козете дизель легендарный мотор вот в общем люди везут и лифа чтобы экономить и везут всякие автобусы которые жрут дизель но на хороших моторах вот в общем самом деле везут все и если вы желаете что-то качественное из японии мы найдем для вас автомобиль звоните так ну что у нас тут происходит я проехал пять спиной километров у меня 91 запас хода то есть прям нещадно убывает хотя я вот ну вообще вот прям вот 43 вот сейчас еду в горочку потихонечку я знаю то что там небольшая пробочка поэтому я не тороплюсь вот ну в общем километры сгорают а я только сделал одно дело в общем ну что следим смотрим на эвакуаторе меня повезут либо я все-таки доберусь своим ходом еще прошу обратить ваше внимание что пробег у автомобиля 64 тысячи 400 километров и у него емкость батареи 8 делений вот поэтому как бы пробег это не равно что у вас емкость полная либо ну там максимально приближенная полной батареи вот все индивидуально поэтому нужно смотреть конкретно в перевод какой пробег и в большинстве аукционов пишут емкость достаточно так бога 83 километра с горы да это сегодня репорт пока но километры сгорают даже с горы знаете вообще на самом деле меня вот это напрягает когда ты катаешься на гибриде ты вообще не думаешь у тебя просто там сама система работает мотор запускается глушится там вот это вот игра она идет сама здесь у тебя ограниченный ресурс батареи ты просто можешь не доехать дома и тебе придется бросать тачку либо тянуть ее на шкорке кстати на веревке можно тянуть лифов кто не знает и в этот момент будет происходить заряд батареи рекуперация вот и ты едешь и не знаешь доедешь ты до дома либо нет вот или либо тебе куда-то надо будет заезжать под заряжаться вот в общем на самом деле меня дико напрягает но я думаю когда ты на опыте уже будешь то ты знаешь расход реальный какой у тебя идет электро и емкости батареи ты уже как-то наверно поспокойся чувствую но сейчас я вот прям напрягаюсь хватит мне не хватит когда я вообще мне еще четыре дела а у меня уже 74 горит по факту я проехал всего лишь почти 10 километров сейчас везу документы на вывоз николая чтобы вывез конструктора вот и у него такая вот горка градусов 30 35 вот в общем лифт у меня по всем дорогам и по всем углам нашего города эксплуатируется объективный обзор nissan лифт сколько он проедет владивостоке давненько я не ездил по правилам скоростного режима в городе у меня максимум было 82 километра с горы вот а так я езжу вот 50 55 60 вот сейчас было заезжаем на мост чем нас по остатку 53 километра пишет нам автомобиль по факту мы проехали 16 вот в общем грубо говоря заезжаем в центральную часть города меня там три дела и нужно посмотреть вообще вернусь ли обратно через этот мост на самом деле блин я дико напрягаюсь серьезно потому что если он сядет где-то я не доеду это равно потеря времени пока дождаться эвакуатора привести его на стенку в общем это еще не просто геморрой а это еще и потерянное время поэтому я вот дико напрягаюсь ночью я думаю у меня все получится мы проедем ну хотя бы 50 километров надо проехать 49 цель куда ты их тратишь и еле еду заезжаю вообще в очень такие крутые горки у меня показывают датчик что дружище ты тратишь вообще энергию прям очень сильно но что делать владивосток такой город вот как раз для приморцев будет интересное видео стоит ли брать лифа владивосток именно либо нет забрал документы еще на одного конструктора и это у нас харьер в 38 кузове это 33 гибрид тоже дорогая машина вот но уже гибридная уже люди хотят что-то посовременнее купить чем хайс так ну что у нас 38 километров показывает лиф по факту я проехал 25 километров вот ну что я сейчас центре возле нашего офиса а зарядка лифа у нас на чуркине поэтому вернусь ли я на место зарядки черт его знает так ну что продолжим делать дела по городу 35 километров показывает нам тачка что мы можем проехать вот лифт такая машина то есть даже на работу дворниках у вас уходит энергия 35 километров показывает что-то он не просит отключите это типа добавит еще 8 километров а либо наоборот я могу включить наверно что-то там фары там либо печку и у меня это еще отнимет 8 километров я ничего не буду включать мне не работает музыка мне не работают фару мне не работает печка вообще ничего не работает еще медленно езжу и километры утекают просто со скоростью света посмотрим посмотрим ребят знаете по моему мнению как должно быть вообще сделано в россии вообще в стране которая реально беспокоится о экологии своей страны и вообще каким воздухом дышат его жители должно быть вас смотреть бензиновая заправка и на ней должно быть хотя бы пару станций быстрой зарядки электрокаров теслы митсубиши да есть и лифы и можно заряжать также печи и приусы то есть хотя бы буквально пару станций на каких-то больших сетевых заправках это у нас роснефть nk альянс то есть даже если ты не можешь доехать до дома ты заехал просто взял кофе с пончиком у тебя стоит тачка заряжается и ты ну ты как бы знаешь что ты доедешь до дома там 15 минут там попил кофейка там почитал книжку сел в подзаряженный свой электрокар и поехал домой в россии это вообще не те реалии я не знаю ну как бы если ты попал в какую-то пробку либо там по какой-либо причине ты просто где-то опоздал постоял заехал куда ты просто можешь не доехать домой и что тебе делать то есть куда звонить там чтобы тебя кто-то тянул на веревке чем такая дичь вообще и поэтому сразу видно что в этой стране просто хотят зарабатывать на пошлине с электрокаров при ввозе их в рф все внедрять их масса здесь никто их не собирается и только вот благодаря нам об этом отчасти благодаря нам люди узнают об этой машине а других автомобилях а других технологиях типа какие повара гибридах и вообще касаются будущего японского через нашу компанию так ну вот я на мосту русском посмотрим на показания 38 с половиной километров осталось 19 попробую проехать всю асфальтовую дорогу я чувствую даже вот мне вообще чтобы вернуться нужно 50 километров ну то есть вот 50 будет и я буду на месте заправки на стоянке не знаю 20 он пишет чертова знает ребят я буду стараться что-то русский остров завтра сюда приезжает ким чен нын севера корейский лидер что-то будут общаться с володи я не знаю как тут японец ездил у него еще электричество тратилось вот на подогрев этих сидений вот тут куча проводов в общем как бы на самом деле японец стильно сделал свою машину мне нравится вот коврики и вот какие-то в клеточку можно в шахматы поиграть если где-то остановился у тебя нету заряда можно шахматы раскинуть кем-нибудь на коврике вот в общем на самом деле мне вот этот лиф очень приятный то есть у него там брелочек такой вот под синий у него антенка тюнинговая в общем японец на самом деле любил свою электричку вот но решил ее продать интересно что он купил позже давайте зайдем на руснефть посмотрим чок чему тут Autism у нас стоит 98 сколько 4625 благо либ зарядить стоит сейчас всего в районе 30 тысяч ай тире Eren 30000 30 рублей 30 тысяч вот ребята посмотрите вот здесь вот раз нефть NOT поставьте вот здесь вот где-нибудь вот просто зарядки для электрокаров ни хера они лучше будут свою газировку продавать так ребята ну что еду по русскому острову и честно говоря машина начала вести себя лучше то есть у меня от 18 километров вот эти вот держится уже достаточно долго даже бывало прибавлялась то 18 до 19 я уже думаю вау круто я научился заряжать лифт тут бабам и они опять падают на два на три километра вот в общем по трассе это машина то есть если вы живете за городом то для вас будет информация полезно то что по трассе и конечно же как и бензиновый мотор эта машина тратит поменьше электроэнергии а вот есть скорость 65 75 80 вот сейчас и в принципе расход нормальный я не доеду до конца русского острова есть сейчас развернусь на океанариуме потому что я чувствую мне не хватит у меня осталось два отделения у меня разряжена машина на 80 на 85 процентов вот я просто не доберусь до стенг поэтому не будем играться в игру приедет за мной эвакуатор вот поэтому я туда включу поворотничек все-таки развернусь и поеду в сторону города а я между тем нарастил одну елку за то что я вот такой красавчик вот так что в общем сейчас показания 47 по трассе реально получше по городу просто город владивосток убивает вообще батарею просто убивает батарею лифа да интересно но я думаю где-то я сейчас выйду на 65 километров на 70 как приеду на стоянку сейчас также посмотрю что у нас заряжен лили фазео и завтра я буду тестить азео а пока ждем доеду ли я до города на азео так у меня появился звуковой сигнал заморгали километры у меня выключился антиюз это видно чтобы экономить энергию появились всякие значки выстоятельные знаки дружище добирайся быстрее до стоянки лечу дорогой лечу быстрее к розетке не знаю доберусь или нет кстати кстати сейчас буду проезжать до фу это наш институт который построили вообще закиды баса словно и деньги и там есть там есть две зарядки на лифы но вообще на электрокаром можно там при успеции подзарядить и знаете что оттуда не проехать нельзя проехать то есть тебе нужно иметь пропуск то что ты там куда я не знаю там учитель там преподаватель лектор ректор там или кто нельзя вот так вот просто как бы для зачета поставили похвастаться на саммите международном а по факту для вот обычных жителей нельзя и вот если бы допустим вот у меня будут прям лифт бы уже умирал бы по-хорошему мне бы заехать на дфу подзарядиться и поехать дальше но нет это же россия все за забором для кого устроили 5 страна идиотов десяточка уже моргает а мне еще ехать нормально походу надо уже найти в телефонной книге лёха эвакуаторщика лёня скоро будет работа сейчас горит уже девять километров но уже но я нормально прям проехал на 9 вот она моргает и знаете я вам так скажу когда у вас прям реально стоит вопрос а доедете ли вы до зарядки каким-то образом ваши ноги ваше вождение переключается в режим экономии и тогда вы растягиваете каждый километр поэтому реально вот то что я сегодня за ним делал там как я ездил это не объективно потому что реально когда ты понимаешь что у тебя расход чреват тем то что ты просто не доедешь до дома ты начинаешь водить по-другому я вообще сейчас еле-еле до касаясь до педалечку меня скорость там 65 каким-то образом я вообще не понимаю на основе чего она там я по-моему разогнался от dvfu и вот как-то накатом еду в общем реально на этой машине надо учиться ездить и тогда вы растяните свою батарейку не на 60 километров которые я проеду сейчас 57 ничего три километра примерно ехать вы растяните и будете ездить на лифе эффективно я просто профан вот и мне доехать до стоянки на самом деле обзор не объективен но как бы все равно интересный опыт вот и для наших покупателей будет интересный обзор как профан ездит на лифе насколько у него хватило батарейки я каким-то образом сделал себе километр с горки катился вообще не трогай педали но у кого можно назвать мастера вообще по nissan лифом как ездить кстати можно учиться и реально открыть тренинг научись ездить на nissan лиф типа выжать зо 140 километров вообще прям вот в владивостоке до концентрация лиф здесь высокая будет вообще актуально ребят чтобы поменьше волноваться хочу вам немножко описать как эта машина вообще рулится на самом деле вот руль но он такой как бы конечно по рулежке ввиду высоких колес и достаточно высокого клиренса лифт такой как бы не острый на руль но мне нравится как он отрабатывает всякие ямы он мягкий он комфортный сидушечки тоже комфортно и в общем ехать в этой машине комфортно все кнопочки селектор ручник и там печь как а включается все на самом деле удобно воздуховоды то есть это прям не ограничено никакая машина это полноценная машина просто она электричка то есть вы покупая лифа вы не будете чем-то ущемлены нормальная тачка по ходовым качеством по салону вообще по всем фронтам нормально но вот только конечно газку поддать вы не можете либо мимо своего дома можете там сделать замер от одного с нуля до ста вот но единственный минус этой машины это конечно то что у вас ограничены заряды то что вы не можете дать ей под хвост нормально сейчас меня меня обгоняют все даже он дед на отдыхе меня обогнал еще повернулся на меня типа там вообще ты чего вылезть на дорогу это еле едешь я вам серьезно игрушечку думают и делающие ребята пропали километры вообще а мне еще ехать нормально еще где-то трешечку ехать я уже в городе и на самом деле я уже в принципе морально готов на то чтобы звонить эвакуатор щеку я надеюсь то что nissan все-таки как бы показывают нереальный остаток а чуть есть запасы когда вот он горит вот эти вот прочерки но на самом деле если сейчас я не доеду и встану где-то раком на дороге это будет конечно неприятно так что будем звонить легче эвакуатор щеку давай японское чудо живи 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 64 километра на данный момент я проехал но плюс еще 800 то что я обнулил как бы 65 есть еще километр надо дотянуть до стояночки живи живи японское чудо живи от последние метры прям последние метры мне вот нужно вот заехать вот в эту стояночку откуда выезжает грузовик давайте давайте ребята ребята у меня тачка кончается давайте быстрее на своих дизелях здоровых давай 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 виста ардео давай быстрее давай давай открывай шлагбаума я прям с ходов буду залетать на эту стоянку давай мужик давай давай открывай и бой и ребят ну что я на стоянке смотрите 66.2 но я еще скинул 800 метров я думал что trip а не обновляется а он обновляется после того как высовывать и зарядку после каждой зарядки 3 по обнуляется вот я по факту проехал 67 километров как я все под рассчитала не поехал до конца русского мастер лифт просто вообще можно реально открывать тренинг как учиться ездить на электрокарах кстати реально возможно в будущем такое и будет вот ну что по факту я ехал без фар я ехал без печки без кондиционера я ехал без музыки я ездил потихонечку единственная ездил в горке вот и реально последние километры были наверно самыми эффективными на этой машине по части расхода вот в общем смотрите для владивостока по делам не хватит этой машины на везде не хватит если вы дома зарядились доехали до работы и поехали обратно тогда нормально ну еще максимум в магазин в зал можно заехать помотаться по делам на этой машине весь день не получится на зел не получится вот ребят ну что в общем смотрите это первая серия это мы протестировали зел у него 8 делений остаток батареи следующая серия это будет а зел там уже по-другому настроен компьютер батарея там такая же но это все равно другая тачка там работает по-другому печка вот и там если я не ошибаюсь там по моему 12 делений то есть там вообще износ вообще минимальным батареи вот в общем будет интересно ребят напишите ваши комментарии кто ли фавода обязательно отпишитесь вообще правильно ли я ездил что дело не так как нужно есть напишите ваш опыт вообще будет полезно людям которые хотят себе прикупить электрокар либо наоборот кто-то не купит электрокар на основе вашего мнения вот в общем получилось вот такое видео жду от вас лайк подписку на канал пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт выборе качественного автомобиля